В минувшие выходные в школе номер 4 областного центра прошел первый открытый межмуниципальный слет кадетов. В нем приняли участие более 300 человек. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Соревнования начались с торжественного построения на плацу. После исполнения государственного гимна Российской Федерации к участникам соревнований обратился председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев. В нашей стране за последние годы очень активно развивается кадетство. Участие в кадетском движении дает вам много перспектив. Конечно, не каждый из вас станет будущим военным. Школа, которую вы пройдете, она очень важна для становления вас как граждан нашего общества. Вы уже становитесь более дисциплинированными. На вас обращают внимание взрослые. Вами гордятся родители. Затем стройным шагом ребята отправились на состязание. Юноши и девушки должны были проявить ловкость, смекалку, смелость и скорость. Один из конкурсов – стрельба по мишеням из пневматической винтовки. За две минуты ребята должны сделать пять выстрелов. Расстояние до мишени – 10 метров. Сейчас это просто смотр того, чего они научились за долгие месяцы тренировок. Они очень серьезно к этому подошли. Вот у нас сейчас прошла, кстати, первая пара. Ребят младших групп. 49 и 47 из 50 возможностей. Они большие молодцы. Вот поэтому я считаю, что то, что они делают, очень важно, очень нужно им. И, наверное, вызывает большую радость у нас. И действительно, такие состязания требуют подготовки. Ребята усиленно тренировались. Кадеты говорят, что соревнования – это еще и возможность завести новые знакомства, обменяться опытом с другими ребятами. Готовились очень усердно. Каждый день были тренировки усердные. Нет такого, наверное, чтобы хочется всех победить. Хочется просто сдружиться еще больше с ребятами, которые сюда приехали. Узнать всех, чтобы стать одним-единным коллективом. Неотъемлемая часть любого кадетского слета – смотр строя песни. Судьи внимательно следили за тем, как маршируют команды. Оценивали исполнение военно-патриотических песен и правильность выполнения приказов командира. Кроме того, ребята продемонстрировали спортивное мастерство, профильные знания и умения. В конкурсе силовых упражнений, спортивной эстафете, в соревнованиях по разборке и сборке автомата и перетягивании каната. Каждой школе, каждому кадетскому образованию, кадетскому классу нужно знать свой уровень на данный момент. Они соревнуются сами с собой и в том числе с другими ребятами и будут понимать, где подтянуться. И, может быть, к следующему слету, который, я надеюсь, состоится через год, уже покажут еще лучший результат. Победители соревнований получили кубки и почетные грамоты. Однако, главное, что каждый участник зарядился соревновательным духом. А это значит, что их путь к новым вершинам станет немного легче. Россия! Россия! В этом слове огонь и сила!